Компания «Аврора» – это в большей степени компания для военной промышленности, и там уже более 50 лет. Однако 15 лет назад мы начали развивать гражданское направление, было создано отдельное подразделение, и фактически были сделаны новые оборудования, новые системы именно под гражданку. Два года назад компания вошла в корпорацию морского приборостроения, в которую входят также «Агат», «Электроприборы», «Океанприборы». На тот момент, здесь перечислено порядка 11-14 позиций, это то оборудование, которое уже поставлялось на гражданку, либо было разработано. Это именно навигационное оборудование. Но мы также искали варианты расширения линейки, а именно возможности поставки всего оборудования. И один из вариантов был, по которому мы пошли – это локализация. То есть мы подписали соглашение с компанией «Фуруна» о локализации производства на нашей территории их изделий. Понятно, что мы комплектующие покупаем, у себя только собираем, но при этом мы получаем опыт работы с этим оборудованием и рассматриваем возможность создания аналогов. При этом мы гарантируем поставки и обслуживание на протяжении всего жизненного цикла. Но полтора-два года назад те санкции, которые случились, они все наши планы порушили. И уже полтора года назад, как в Минпромторге запущена программа по импортозамещению, где фактически у нас было проработано все виды оборудования, которые используются на судах – это навигационная и радиосвязь, мы выделили то оборудование, которое уже выпускается российскими компаниями, и запустили в разработку и изготовление именно то, которого не хватало, то есть замена импорту. Таким образом, по программе до конца 2024 года должна быть разработана вся линейка навигационного и радиооборудования для судовладельцев. Причем это, конечно, не максимальная линейка, это именно то оборудование, которое необходимо в соответствии с российским морским регистром. Вкратце расскажу о том, что у нас уже сделано, то есть это как бы не слова, это вот сделан российский ЭКНИС уже с сертификацией в регистре, система КДВП, Нафтекс, магнитный компас, навигационный холод, судовой регистратор данных рейса. Я все-таки вот отдельно хочу сказать, что по цене задача вот этих вот субсидий выйти на рынок, то есть поставлять по той цене, которая поставляет конкуренты за рубежом. Конечно, мы не выйдем на тот уровень цен, который был до введения санкций, по той причине, что комплектующие также подорожали. То есть я не буду скрывать, мы, конечно же, делаем из частично импортных комплектующих на уровне ЭРИ, потому что российских не то что нету, и просто сейчас их не достать, там загрузка там реально на годы вперед. Поэтому да, мы покупаем, там где-то китайское, где-то еще что-то, но сейчас я бы называл это не импортные комплектующие, а доступные к заказу. То есть их можно купить и можно заменить, если их не будет. Но при этом в любом случае все эти приборы, они будут поставлены. Если что-то будет снято с производства, мы гарантируем, что оно все равно там с какими-то другими комплектующими будет работать. Повторяюсь, это оборудование уже серийное, оно не военное, оно именно гражданское и уже установлено на многих судах. Да, для рыболовейских судов поставок не было. Почему? Потому что либо они просто покупались за рубежом, либо покупались уже проекты готовые с уже оборудованием, которое там внесено в проект. Тот же Кёнсберг, который, к сожалению, там не попасть было, мы предлагали. При этом мы предлагаем тот уровень цен, который держат конкуренты импортные. Мы не завышаем. Даже, ну не знаю, там несколько процентов может быть, но опять же мы готовы выходить на тендер, не поставлять как монополиста. Отдельно хочу на примере привести рыбопоисковый гидролокатор. Его не было в России вообще. Но вот компания Акин взялась за разработку, при этом разработка идет не с нуля, то есть это не то, что они там решили сами что-то сделать. Они действительно изучили рынок, и вот мы тоже изучали этот рынок. Сейчас самый такой гидролокатор, который используется, это Фуруна и другие, они взяли аналоги и фактически повторили эти аналоги. То есть ничего своего там такого какого-то выдуманного не было. Они проработали это все с рыболовецкими компаниями. То есть те подтвердили необходимость и характеристики этого оборудования. И сейчас фактически этот локатор, он будет уникальный российский. То же самое касается системы контроля параметров ТРАЛ. Аналогов в России нету. За рубежом ее просто не купить. При этом не только на новые суда, но и опять же компании сами жалуются, что невозможно ее починить, то есть не купить запчасти. Либо сегодня их можно купить, завтра никто не гарантирует. Многое оборудование, даже вот это, оно закуплено, но его никто не готов наладить. Программное обеспечение закрыто к ним. Но при этом при работе с Фуруна мы проработали компетенции и взяли некоторые их идеи. Ну вот, допустим, мостик, он отличается, вот этот мостик, от стандартных мостиков для других судов. Он устанавливается на тех же норвежских судах. Это система VideoWall. При этом два года назад на Сиафуде у нас было представлено подобный концепт мостика, где использовалось 50% оборудования российского, вот как раз нашей корпорации, и 50% Фуруна. Сейчас, вот через неделю будет выставка, и мы уже полностью заменили оборудование Фуруна на наше отечественное. Да, это не 100%, это там процентов, наверное, 30-50, но потихоньку мы двигаемся. И что нам нужно? Нам нужна просто, ну, как бы поддержка, что через там, ну, в настоящий момент, через год, через два у нас действительно будут покупать. Программа субсидирования, она оплачивается государством, но по этой программе мы обязаны будем продать наше оборудование на ту сумму, которую нам, соответственно, выделили. Мы разрабатываем оборудование конкурентное, у нас есть компетенции в разработке там и РЛСов, и связи. Мы все это производим для военных целей, поэтому у нас сейчас задача, как бы не разработать новое, у нас задача просто сделать дешевле для рынка. Следующее оборудование из УТС. Продаем систему уже 50 лет, 15 лет уже на гражданский рынок. На Роболовецкий сейчас не зайти. Мы сейчас заходим на новые и стали обращаться вот уже 5 лет как на модернизацию. Причем мы сейчас открыли отдельное направление, это модернизация и сервисное обслуживание. Сейчас работаем с нефтяниками. Мы обследовали уже очень много судов, там стоит система Кёнсберг, ее не купить, то есть мы не готовы ее взять на обслуживание. Но мы предлагаем сейчас несколько, скажем так, путей развития модернизации, где цель не заменить оборудование, там максимально нажиться или поставить, а цель, чтобы в дальнейшем мы могли или там кто-то мог обслуживать это. То есть мы либо на старых судах готовы заменить все, на современных заменить только то оборудование, которое сейчас не купить. А это контроллеры, компьютеры. Либо мы меняем свое программное обеспечение, это опять же один из путей, либо мы делаем реинжиниринг, то есть там, где это можно вскрыть, заменить, то есть цель модернизации, минимально сделать доработки, чтобы потом можно это обслуживать. Мы разработали свое оборудование. Если 15 лет назад мы начинали делать системы на базе Schneider Electric, сейчас мы сделали аналог этого Schneider Electric, и опять же мы эти комплектующие можем купить, можем это все изготовить и обслуживать это. Там используется наше программное обеспечение, что является основной головной болью. То есть заменить любую железку в принципе несложно. Заменить программное обеспечение – это и деньги, и сроки. При этом по опыту работы с нефтяниками, с которыми мы выходили уже лет 5, они смотрят и говорят, что мы сейчас не готовы, там надо опробировать решение и так далее, хотя мы готовы задублировать это оборудование, если нужно. Но сейчас они обращаются, что вот у нас сломалось, помогите. То есть вместо того, чтобы дать нам какое-то время, хотя бы год на это, мы уже в течение месяца пытаемся что-то найти, какой-то аналог, все это установить. При этом страдает сам же заказчик. То же самое я понимаю и рыболовецкие компании, где они теряют кучу денег, если у них что-то сломалось. Будет запросы, будет какая-то дорожная карта, мы готовы в течение года, двух, все это разработать и заменить. При этом мы сейчас делаем поставки не только нашего оборудования, мы делаем целиком комплексные поставки, часть импортная, часть наша. Но гарантируем, опять же, на протяжении всего этого жизненного цикла, что система будет работать. Если какое-то устройство сломается, мы не сможем его купить, мы заменим его все равно на отечественную. Но система все равно будет работать. Электрооборудование, распределительные щиты. Также мы сами делаем выключатели автоматические. Автоматика наша тоже. То есть это все российские производители. По стоимостям, да, где-то дороже, но это не разы, это 10-20% максимум. Мы делали сейчас анализ с теми же корейцами, которые единственные, кто сейчас нам поставляет. Локальные системы управления винторолевыми машинами, ВРК, главными двигателями. Мы поставляем их на заводы машиностроительные. Это и «Звезда», «Уральский завод», «Коломна». Сейчас, опять же, у нас есть направление по реинжинирингу, потому что очень много компаний обращается с просьбой отремонтировать. Но сложно отремонтировать то, что уже установлено, потому что, к сожалению, повторяюсь, тот же Вертель, тот же Кёрнсберг, они поставляют закрытое программное обеспечение, которое сложно взломать. Если будет заранее там какая-то задача, мы хотя бы разберемся и гарантированно сделаем замену с гарантией. Мы делаем как стандартную гарантию 2 года, так и расширенную 5 лет. То есть компания достаточно сильная. У нас только в Питере 3000 человек. Оборот очень большой, который позволяет, скажем так, покрыть все убытки, если они будут. То есть мы не компания, которая растворится завтра. Она там будет существовать и в любом случае не исчезнет. В отличие от компаний зарубежных, которые сегодня есть, завтра их как бы нет. Ну и в конце, вот хотел сказать, что комплексная поставка, она у нас возможна. Мы беремся не за отдельные части, мы беремся за поставку всего оборудования и отвечаем за сопряжение этого оборудования, сдача и сервисное обслуживание. Что касаемо сервисного обслуживания, то у нас есть свои компании сервисные, там Владивосток, Камчатка, Мурманск, Северодвинск, Калининград, Новороссийск, Крым. То есть в принципе охвачена вся Россия. За рубежом есть в Индии, во Вьетнаме. В Европе нету, никогда не было, сейчас уже, наверное, не будет. Вот все, что хотел рассказать и поделиться своими проблемами. Спасибо, Роман Галеевич. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, если будет запрос, если там кто-то придет и так далее, но как на ваш взгляд, это должен кто-то срежиссировать или все-таки рынок и ситуация наша экономическая сама подтолкнет промышленной компании, может быть не сегодня, а завтра или послезавтра прийти к вам или компаниям таким, как вы, для того, чтобы модернизировать или дооснастить свои суда? Нет, к нам сейчас уже приходит очень много обращений, то есть мы были в Владивостоке, ездили, общались с многими компаниями, в целом, как бы сейчас очень загружены именно проработкой проектов, подготовкой коммерческих предложений, но, к сожалению, все равно смотрят на, скажем так, импортное оборудование, то есть если где-то появляется какая-то дыра, где его можно поставить, все равно перекидываются туда. Хотя, говорю, сейчас полноценно не готовы, готовы постепенно, то есть просто выступить комплексными поставщиками, что-то заменить, что-то будет заменено позже. Ну, раз все-таки при первой же возможности идут к импортным поставщикам, значит, есть какие-то моменты, которые делают ваши продукции неконкурентоспособны, это либо стоимость, либо технологическое, так сказать, несоответствие? Ну, во многом еще и привычка, то есть привыкли работать с тем оборудованием, заменить тяжело. Есть недоверие, но, еще раз повторяюсь, готовы дать там опытные образцы, поставить их в резерв, то есть любым способом подтвердить, что они, в принципе, там точно не хуже западных. Но нужно ли какое-то системное воздействие со стороны Минпромторга или, может быть, вместе с Росрыболовством кто-то должен подтолкнуть компанию или, ну, как-то само все сложится? Ну, оно сложится скорее так. Для нас оно, я думаю, сложится, потому что оно так или иначе, я думаю, что постепенно все равно будет на нас внимание обращать. Но если говорить про цену, то, конечно, если у нас будет закупка массовая, а не единичная, то, естественно, что цена будет снижена, потому что, понятно, конкурировать с компаниями, у которых поставки идут тысячами против наших единиц, очень сложно. Производственные мощности у нас большие. За счет снижения сейчас, ну, было снижение по военной тематике, мы их расширяли. Но, несмотря даже вот сейчас на загрузке, у нас есть мощности как бы не загруженные. То есть, если будут обращения, большие обращения, мощные, мы готовы дать цены, еще раз повторяюсь, не ниже конкурентов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!